Почему снижаются ставки по вкладам? Куда вкладывать деньги в нынешней экономической ситуации? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горенова. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Также рост ключевой ставки ЦБ до 20%. Банки предлагали открыть краткосрочные депозиты по 20-25% годовых. Безусловно, это позволило привлечь рекордное количество вкладчиков. Народ все равно же видит, что такие большие ставки давно у нас не были. Это одна из методов, чтобы народ обратно деньги положил в банк. И это действительно действенное. Да, конечно, действенное. Сейчас уже мы видим, что таких ставок практически нет. Уже где-то видим 15-16%. Снизились, да? Да, они будут снижаться, потому что ажиотаж упал. То есть меры, которые приняли, цели достигло. Да, сейчас мы будем уже наблюдать экономику в достаточно таком спокойном состоянии, чтобы поанализировать и принять какие-то меры. Тем временем участники рынка недвижимости ждут притока инвесторов после понижения ставок по депозитам и завершения сроков вкладов под высокие проценты. По мнению экспертов, граждане, которые заработают на краткосрочных депозитах по 20-25% годовых, в дальнейшем могут начать вкладываться в жилье. Так как сейчас много предложений на рынке недвижимости, которые не выкупаются, предложение, оно есть, но нет у покупателя, то через 2-3 месяца прогнозируется снижение цен на недвижимость. И как раз-таки ближе к осени на эти деньги, которые вы держали на вкладе, можно будет приобрести недвижимость по хорошим ценам. Конечно же, я говорю о вторичной недвижимости. Первичная недвижимость падать не будет. По данным опроса НАФИ, более 60% россиян ничего не сделали со своими накоплениями на фоне паники в конце февраля-начале марта. И только 12% открыли банковские вклады по повышенным ставкам, 5% купили валюту и еще столько же золота. Основная масса сейчас людей думает, как бы купить продукты в магазине, не купить кровать, которую он планировал. Я сейчас думаю, что вряд ли основная масса побежит покупать золото, металлы какие-то. Потому что это все-таки, опять же, инструмент инвестирования для долгосрочного использования, не на сегодня. А так, в принципе, в портфеле иметь золото, иметь металл, это все равно, что иметь доллар или евро, потому что это же международный товар. И он котируется на международных рынках в той же самой валюте. Если вы откладываете деньги на перспективу год и более, всегда охраняется в твердой валюте. Вот как вам сказать, поздно пить боржоми, когда печень уже посажена. По большому счету, это нужно было делать всегда. Вот сейчас я не вижу оснований покупать валюту, ни евро, ни доллар. Потому что они очень дороги, они необоснованно дороги. Поэтому все, что у вас какая-то валюта сохранилась, максимально постарайтесь ее пока сберечь. Да, в принципе, даже можете тратить. Еще раз повторяюсь, я не жду высоких скачков в плане доллара или евро. И мое мнение, что пик по этим валютам мы уже прошли. Растет доля российских бизнесменов, которые оценивают финансовое состояние своей компании как плохое. В марте показатель увеличился с 22 до 40%. Об этом сообщают аналитики НАФИ. По их данным сократилась доля предпринимателей, которые оценивают ситуацию позитивно с 36 до 25%. 51% бизнесменов дают на ближайшие три месяца негативные прогнозы в отношении финансовых перспектив собственных компаний. 22% полагают, что все останется без изменений. А 27% ждут улучшения ситуации. Спрос на машиноместа в Казани по итогам прошлого года вырос на 44%. По данным Авито, многие граждане приобретали машиноместа вместе с квартирами. Однако темпы роста цен на парковки были существенно ниже, чем на новое жилье. В Казани средняя стоимость машиноместа за год увеличилась на 7% и составила 480 тысяч рублей. Все временем в Казани приостановили создание новых платных парковок. Данная мера призвана поддержать бизнес и избежать дополнительной финансовой нагрузки для жителей. Сегодня сеть муниципальных стоянок включает в себя свыше 6 тысяч мест. Плата за парковки сейчас взимается только по будням с 8 до 19 часов. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале Татарстан 24 каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube канал Татарстан 24 в раздел новости экономики. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok